В прямом эфире Якутия 24 в студии Влад Давыдов. Вы смотрите выпуск «Итоги дня». Добрый вечер. Последствия от огненных ЧП. Пожар в пристрое котельной вахтового поселка Югорёна Кустмайского района ликвидирован. Ну а в Жиганске пострадавшим после пожара в жилом доме оказывают необходимую помощь. Собеседование в промышленность, Алроса и Госкомзанятости продолжают работу по подбору кадров из районов Якутии. Последние новости. Продукция со спросом в Ленском районе запустили первый цех по производству сэндвич-панелей. Репортаж с нового завода. На призы легендарного Анатолия Баишева в Якутске завершился республиканский турнир по национальному многоборью. Кто оказался лучшим из лучших? Оригинально и самобытно спектакль по мотивам Алан-Хо Неренгринского театра актёра и куклы понравился московским зрителям. Пожар в пристрое котельной вахтового посёлка Югарёна Кустмайского района ликвидирован. Ожидается, что котельная будет запущена в самое ближайшее время. Об этом сообщил первый вице-премьер Алексей Колодезников. Известно, что от огня пострадала кровля котельной и сам пожар потушен. Однако пока потолочное покрытие всё ещё тлеет. По предварительным данным, оборудование котельной не пострадало. На месте произвели слив теплоносителя. Из-за ЧП под ограничение теплоснабжения попали 7 многоквартирных домов и здания администрации посёлка, почта и один магазин. Сообщается, что в 7 домах проживают 240 человек, в 36 квартирах есть отопление от печей. И имеется необходимый запас дров. Ну а в Жиганске пострадавшим после пожара в жилом доме оказывают всю необходимую помощь. По распоряжению главы Наслега открыты счета для сбора средств по горельцам. Также начата процедура восстановления паспортов граждан. Сообщается, что из средств бюджета поселения направлены первые деньги на покупку продуктов питания и товаров первой необходимости. Некоторым жильцам оказана психологическая помощь. На сегодня все семьи обеспечены жильем. Их расселили в свободные квартиры муниципалитета, в комнаты общежития и доме-интернате. Несколько семей самостоятельно поселились у родственников. Помимо всего, Управление соцзащиты принимает заявление по оказанию материальной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. К другим новостям правительство и администрация главы республики отчиталась перед руководителем региона Егором Борисовым. Начал министр финансов Валерий Жандоров. Он сообщил, что по состоянию на 1 февраля исполнение бюджета республики на 2018 год составило 9 миллиардов 860 миллионов рублей. Далее первый вице-премьер Алексей Колодезников отметил, что все автозимники регионального уровня открыты, кроме дороги Арктика, так как осталось пробить дорогу между Андрюшкино и Колымским. Затем другой первый зампред министра сельского хозяйства Петр Алексеев напомнил, что на подкормке стоит 72 тысячи голов лошадей для сравнения. В прошлом году эта цифра равнялась 25 тысячам голов. Поэтому министерство прогнозирует дефицит сена, и правительство отрабатывает с Магаданской и Амурской областью, чтобы выкупать сено у них. Массового подержа лошадей и крупного рогатого скота мы не допустим, заверил министр Алексеев. В свою очередь Егор Борисов рассказал о работе, проведенной им в федеральных органах власти. Подробно остановился на важной встрече с председателем правления гендиректором Росгидро Николаем Шульгиновым, в ходе которой стороны обсудили вопросы развития энергетической инфраструктуры Якутии. Официально опубликовано решение депутатов поселка Уснера и Меконского Улуса об отстранении от должности главы муниципалитета. Теперь у главы поселка есть 10 дней на обжалование данного решения в суде. Напомню, что причиной такого решения местные депутаты назвали серьезные нерешенные проблемы с системой водоотведения и канализации, возникшие в поселке еще в октябре. По мнению депутатов, глава поселка на аварийную ситуацию не отреагировал должным образом. Алроса и Госкомитет по занятости населения республики продолжают работу по подбору кадров из районов Якутии. Сотрудников нанимают для вахтовой работы на Верхнемунском месторождении. Специалисты в эти дни проводят собеседование с жителями Вилюйской группы Улусов. Все подробности у нашего корреспондента Евгении Андросовой. Более 300 заявок на вакансию водителей, слесарей, токарей и других технических специалистов было подано в Сунтарском Улусе. Именно здесь начали отбирать кадры для Верхнемунского месторождения представители акционерной компании Алроса. Работа вахтовым методом зарплаты от 30 до 100 тысяч рублей. Такие условия сельчан устроили. Следующий пункт – Нюрба. Интерес у населения есть, но, к сожалению, практика показывает, что уже готовых специалистов не так много, у которых есть соответствующее образование. У многих нет необходимого образования, поэтому у нас тоже большой вопрос на сегодня стоит именно по их переобучению. В первую очередь, сегодня мы будем, конечно же, с Удачевским ГОКом сперва определим тех, кого они уже возьмут сразу на работу. После этого уже с теми, которых они не отобрали, мы уже будем работать и по другим подразделениям, и по другим промышленным компаниям, чтобы предложить им работу. Как и на вахту, и на сезонную работу, ну и также можно и на постоянную работу, если у них есть желание. В Верхневолюнском районе с раннего утра очереди. Местные жители спешают подать документы. Здесь желающих работать в промышленности оказалось еще больше, причем разного возраста. Рабочая группа принимала каждого гражданина лично. Все прошли собеседования и психологические тесты. В апреле месяце планируется уже закончить отбор граждан для Верхневолюнского. И мы уже услышим список тех, которые будут приняты работниками Верхневолюнского месторождения. В случае, если гражданин не имеет опыта работы, но имеет профессиональную квалификацию, то Государственный комитет рассматривает варианты для таких граждан прохождения стажировки или практики в промышленных предприятиях для дальнейшего трудоустройства. Для Верхневолюнского месторождения набор проводится на 598 вакантных рабочих мест. Это в 2018 году. В последующем 2019 году набор будет произведен для порядка 200 рабочих мест. В первую очередь будут трудоустроены те, кто уже имеет соответствующий уровень образования и профессиональной квалификации для работы в горнородной промышленности. Однако, в целом, по программе «Местные кадры в промышленность» до 2020 года не менее 10 тысяч граждан, постоянно проживающих на территории республики, в том числе и сельской местности, должны быть трудоустроены в промышленные предприятия. Евгения Андросова, Лина Сафронова, Геннадий Матвеев, Сунтар, Верхневолюйск, Вилюйск, Нюрба. «Алроса» подвела итоги открытого аукциона по продаже своих газовых активов. Его победителем стала компания «Новатек», предложившая за обе выставленные на продажу компании 30 миллиардов рублей. Для нас особенно важно, что «Алроса» смогла наконец реализовать непрофильные для себя газовые активы, на которые долгое время не находился покупатель. В свою очередь «Алроса» получила возможность сконцентрироваться на профильном для компании алмазодобывающем бизнесе, так прокомментировал итоги торгов гендиректора «Алроса» Сергей Иванов. Верхний предел государственного долга на 1 января 2019 года уменьшится на 677 миллионов рублей, составит 52,7 миллиардов рублей. Такие уточнения внесены в госбюджет республики в коде расширенного заседания постоянного комитета «Илтумен» по бюджету и финансам. Якутия остается в списке регионов, действующих в рамках ранее принятых соглашений с Минфином страны и относится к субъектам с высокой долговой устойчивостью. Отношение госдолга к доходам бюджета составляет менее 50%, что позволяет управлять им. «Хотелось бы отметить, что поступление доходов у нас идет на уровне января-февраля 2017 года, но при этом у нас повышенные расходы по оплату труда, оплату взносов по обязательному медицинскому страхованию за неравнодушное население у нас также увеличены. То есть у нас увеличились дополнительные социальные расходы более 1 миллиарда рублей в месяц. По итогам встречи руководство республики с правительством Российской Федерации было решено, что республика остается в рамках действующих соглашений о представлении бюджетных кредитов, заключенных с Минфином России в 2015-2017 годах». Предприниматели Якутии стали активнее выплачивать налоги. Как отмечают в управлении налоговой службы, это результат работы специальных режимов налогообложения. Речь о том, что у предпринимателей есть альтернатива. Оплаты налогов – это упрощенные патентные системы. Они предполагают сокращение работы с документами и ставок. Однако есть и другая сторона медали – постоянные обновления нормативов. Как они влияют на работу представителей бизнеса и какие нововведения ожидать предпринимателям в этом году. В теме разбиралась наш корреспондент Саргалана Захарова. Весна – горячая пора для предпринимателей. На носу – сдачи бухгалтерских отчетов и налоговых деклараций. Работа с документами – отдельная нагрузка. На помощь начинающим и опытным бизнесменам приходят специальные организации. Ольга Заболоцкая – директор одной из таких компаний. Сегодня, как она отмечает, специальные режимы налогообложения, такие как упрощенная система, намного облегчают и удешевляют этот процесс. «Например, на общем режиме ежеквартально они должны сдавать декларацию НДС, НДФЛ 13% заплатить. Тут, смотрите, по ставкам уже идет гораздо ниже. На упрощенке, то есть от 2 до 6%, если объект дохода выбираешь, либо от прибыли 10%. А на общем режиме НДС 18% – обычная ставка, и 13% от НДФЛ». Меньше волокиты и ниже ставки Ольга не только консультант, но также и налогоплательщик. Для себя выбрала упрощенную систему. Удобнее, говорит предприниматель. Особенно для начинающих. Однако есть и другая сторона медали. Под постоянное обновление нормативов не все успевают подстроиться. «К нам обращаются предприниматели, которые пропустили отчетный период, не узнали, что ставка поменялась. Где-то они могли применить льготу, но по незнанию не смогли вовремя страховые износы заплатить». Это сказывается на размере выплат, просрочка, штрафные санкции и пении. А в этом году в числе нововведения еще и повышение индекса дефлятора. Это повлечет за собой дорожание общей суммы налогов на 20, а то и 30%, утверждает омбудсмен Айталина Соколова. «По повышение, там где-то порядка процентов, ну было 1,4-1,8, ну это там на 20-30% повышения, конечно, это отразится напрямую на финансовых показателях». Такое положение вещей не на шутку взволновало предпринимателей. Сегодня большая часть общей прибыли бизнеса Ольги уходит на оплату труда. МРОД в республике самый высокий по стране. Помимо этого нужно оплачивать работнику северные надбавки, дополнительные отпускные дни, соцстрахование, еще и отложить на аренду помещения. «Да, с одной стороны льготы есть, но с другой стороны наша специфика, она все-таки должна учитываться при государственной поддержке предпринимателей, я считаю». Однако, если исключить эти моменты, с налогами стало легче, говорят и сами предприниматели, подтверждают это и налоговики. «Вообще статистика показывает, что из года в год количество налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, оно растет. Но я думаю, что это очень результативно, во-первых, как для налогоплательщиков, так и для налоговых органов. Да, сумма налогов, ежегодно поступающая от таких налогоплательщиков, ежегодно увеличивается». Саргалана Захарова, Григорий Охлопков, Павел Пахомов, Якутск. «Сейчас реклама, буквально полторы минуты, далее смотрите во второй половине выпуска итогов дня». В Якутии смертность в регионе от алкоголя снизилась на 20%. От спиртного отказались уже 162 села. Продукция со спросом в Ленском районе запустили первый цех по производству сэндвич-панелей, репортаж с завода. На призы Анатолия Баишева в Якутске завершился республиканский турнир по национальному многоборью «Кто оказался лучшим?». Оригинально и самобытно спектакль по мотивам Алан-Хони Ренгринского театра «Актеры и куклы» понравился московским зрителям. В Якутии 24 в прямом эфире вы смотрите выпуск «Итоги дня». В Ленском районе запустили первый цех по производству сэндвич-панелей. Такие материалы используют при строительстве быстровозводимых зданий. Репортаж Светланы Балеевой из Ленска. Открытие высокотехнологичного предприятия – событие значимое. Общество с ограниченной ответственностью «Арман» запустили первый в Западной Якутии цех по производству сэндвич-панелей. Оборудование позволяет производить строительный материал по бесшумной технологии. Продукция пользуется большим спросом. Ее назначение – строительство быстровозводимых зданий и сооружений. Этот ангар поставили чистый, покупали, привозили привозную. И, в принципе, пошла идея, что нет ни в Ленском, ни в Мирском, ни в Удачном, ни в Айхале. Сэндвич-панелей никто не изготавливает. Потому что доставка, очень большие деньги получаются за доставку сама. Поэтому решили запустить панели, сэндвич-панелей в завод. Заказчиков на выпускаемые предприятия материал уже больше десятка. В числе первых предприниматели Ленска и города Мирный. Панели они планируют использовать для строительства гаражных боксов и складов. Это только начало, уверены владельцы предприятия. В будущем география будет только расширяться. На предприятии один станок, производство автоматизированное, оборудование с цифровым управлением. Поэтому трудится здесь бригада всего из пяти человек. Пенопласт до сэндвич-панелей изготавливают тут же. Здесь выкатываются листы, какие хотим, какого размера, длины, ширины. Смотря как закажет, по заказчику определяемся, какой длины, ширины тоже. Пенопласт – это сэндвич-панели. Под прессом уже готовая панель будет находиться 20 минут. Затем укладывается в стопку готовой партии. За восьмичасовую смену бригады изготавливают 50 панелей. И пока, по словам предпринимателя, этого достаточно. С увеличением потребности будет увеличен и выпуск. Жители Мирного привели в порядок свой подъезд, который не ремонтировались в 80-х годах. Это случилось благодаря проекту под названием «Активный гражданин». Проект стал одним из основных направлений года гражданских инициатив, который объявили в этом году в Мирном. Жильцы этого многоквартирного дома добились ремонта подъезда в прошлом году. Много лет обшарпанные стены и застоялый запах сырости и плесени не давали нормально жить. Отремонтировать смогли лишь общими усилиями. Дом включили в проект «Активный гражданин». Часть средств выделяет управляющая компания, и часть средств выделяет администрация города. С жильцов дома, я считаю, что довольно небольшая сумма была собрана. Примерно это получилось у нас 3,5 тысячи с одной квартиры. В нашем подъезде 32 квартиры. В сумме это составило порядка 100 тысяч рублей. По 20% жильцы и управляющая компания, 60% администрация города. Постановление заявляют местные власти, утверждено и подписано. Деньги предусмотрены. Человек, когда делает своими руками, что-то вкладывает, или это в денежном выражении, или своими руками что-то делает, он его хранит, он его оберегает. И дальше эксплуатация этого объекта, возможно, будет лучше, потому что они будут следить за объектом, они будут замечания делать с другим людям. История с ремонтом подъезда вдохновила многих миринцев. Сегодня стать участниками проекта «Активный гражданин» хотят жильцы еще четырех домов. До начала нашего ремонта практически не знали друг друга по именам и отчествам, и фамилиям в том числе. Начав ремонт, мы познакомились, мы стали друг с другом здороваться, Ремонт не только объединил жильцов, но и поменял отношение к общему дому. В подъезде больше нет запаха гнили и мусора. Соседи поддерживают чистоту и порядок. Уверены, их примеру последуют десятки жителей Алмазной столицы. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. В Южной Якутии завершился региональный этап «Молодые профессионалы» по стандарту WorldSkills. Шестой чемпионат, напомню, был организован одновременно в нескольких районах республики. Из Нейрингре передает Екатерина Павлова. Отборочный этап конкурса профмастерства в Нейрингре на этот раз собрал 14 экспертов и 10 участников. Конкурсы проходили по двум компетенциям – веб-дизайн и разработка и программные решения для бизнеса. Высокий уровень организации позволил полностью оборудовать конкурсные площадки, отвечающие всем требованиям. Чемпионат дал возможность студентам и молодым специалистам возрастной категории 16-22 года соревноваться в равных условиях. Это, наверное, у меня первый регион, где преподаватели колледжа в рамках одного чемпионата, оставаясь после проверки, то есть после трудного дня, уставшие, они еще остаются и перерабатывают рабочие программы. Вот пока я здесь, вы помогите здесь, вы помогите вот здесь. Мы будем делать вот это, это, это. То есть это, конечно, очень ценно, очень здорово. Ну и понравились ваши студенты. Глазки горят. Видимо, значит, вот большинству из них это будет интересно, это будет нужно. Но я надеюсь, что вот этот чемпионат станет для них, наверное, первым звоночком, потому что нужно развиваться не только вот отсидеть свои 3-4 пары в колледже, а нужно развиваться еще больше, выше, дальше, именно в профессиональной направленности. Подобные конкурсы являются сильно мотивирующим фактором молодежи конкуренции в своей профессиональной деятельности, самореализации и освоению международных стандартов. Победителями в обеих компетенциях стали студенты Якутского колледжа связи и энергетики Артем Чагалысов и капитон Фокин. Парни не новички в движении молодые профессионалы по стандарту WorldSkills. Они уже имеют хороший опыт от участия и понятия того, как к нему лучше готовиться, чтобы добиться своей цели. На отборочном этапе студенты доказали свое мастерство, взяв первые места. Теперь ребята продолжат участие уже в республиканском этапе конкурса. Задание, если честно, сложное. Если тренироваться каждый день, каждый божий день, то получится, конечно. Помимо конкурсов на чемпионате была проведена насыщенная деловая программа, сессия и обсуждения. Состоялась большая профориентационная работа. Около 500 человек пришли на площадки посмотреть профессионалов. Ведь одна из главных целей чемпионата – показать конкурсантам на практике свои знания, получить хороший опыт и зарекомендовать себя как грамотного специалиста. Работодатели после таких конкурсов принимают участников на работу с большим удовольствием. И стартовые позиции у такого молодого специалиста на производстве значительно выше. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Айала Мосов, Нерингри. Тем временем Нерингринский театр актера и куклы собрал большое количество зрителей в Москве. Спектакль по мотивам Алан-Хо прежде всего выделился самобытностью. Продолжит Наталья Сазонова из столицы страны. Атмосфера на площадях и проспектах Москвы в эти фестивальные масленичные дни была по-настоящему праздничной. Весну встречали музыкой, танцами, народными мотивами. Площадь революции превратилась в большую игровую площадку с качелями, каруселями, но где главным угощением праздника, конечно же, были блины, символизирующие яркое солнце. Нерингринский театр актера и куклы собрал огромное количество зрителей. Спектакль по мотивам Алан-Хо вызвал бурю положительных эмоций своей оригинальностью и самобытностью. Вы знаете, мы приехали из Белоруссии. Вообще прекрасно просто все организовано. И вообще прекрасно все украшено. И настроение, и позитив, и весна уже в душе. Поэтому спасибо за прекрасный праздник, который организован. Хотелось бы больше и больше таких праздников для людей хотя бы, чтобы настроение поднимать. А то работа и работа. Отрадно, что зрители этого радостного зимнего праздника надолго запомнят национальную культуру народа Саха. А только тогда убежит от меня, если погаснет вдруг видящая зеница моя. Нас пригласили, золотая маска позвонила нам, говорят, проводим такое-то мероприятие. Мы согласились с радостью, потому что мы знаем золотую маску. Два раза бывали, номинировались. Хорошо принимает зритель. Дети вообще с удовольствием принимают, радуются. Даже пугаются, когда наше чудовище появляется. В этот вечер самый центр Москвы, площадь революции, собрала в зажигательной осохой всех от мала до велика. Во время дней Республики Саха-Якутия в Москве были подписаны соглашения в разных сферах деятельности, в том числе и в области культуры. Сегодня они уже приносят свои результаты. Четыре театральных коллектива из Якутии приняли участие в фестивале «Московская масленица». Наталья Сазунова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва. Минздрав России поддержит проект «Трезвых деревень». Об этом заявил глава управления госалкогольконтроля Республики Матвей Лыткин. По данным, сегодня трезвый образ жизни ведут жители 162 сел Якутии, а смертность в регионе от алкоголя в целом снизилась на 20% по сравнению с годом прошлым. Сообщается, что этому способствовало в том числе и проведение трезвых десантов в селах и районах. Что касается санкций, то штраф за незаконную доставку алкоголя достигает от 30 до 50 тысяч рублей. Количество не курящих, не пьющих, ведущих здоровый образ жизни молодежи по сравнению с 2010 годом увеличилось в 10 раз. И это нас очень радует. Мы думаем, что те распоряжения главы, где говорится о том, что с 1 по 11 класс должны вестись уроки трезвости, конкретно это уроки, которые показывают, раскрывают всю пагубность употребления алкоголя и табака. В рамках Дня родного языка и письменности якутские специалисты обсудили проблемы преподавания якутского языка. Учителя, воспитатели и руководители учреждений образования собрались сегодня за округлым столом, чтобы по-новому взглянуть на технологию преподавания якутского языка, письменности и литературы. Также специалисты обсудили резолюцию, принятую в прошлом году по итогам 1-го республиканского съезда учителей якутского языка. Кроме того, речь шла о новой концепции обучения якутского языка и литературы в целом. На уровне Российской Федерации разработаны по всем образовательным областям и учебным предметам свои концепции. И наш учебный предмет якутский язык, литература и культура, они должны иметь тоже свои концептуальные основы. И мы должны еще раз работать по всем уровням образования. Это шесть уровней дошкольного образования, начальная школа, основная школа, старшая школа и уровни профессионального образования. Один из лидеров сборной России Василий Егоров возглавит сборную команду Якутии на всероссийском турнире класса А по боксу в памяти Александра Федотова. Крупные соревнования пройдут с 22 по 25 февраля в спорткомплексе Дахсун в столице. Участие примут спортсмены из Красноярска, Хабаровского края, Южно-Сахалинска, Магадана, Бурятии. Сборную Якутии представят около 50 сильнейших боксеров, включая двукратного чемпиона Европы Василия Егорова. 22 февраля начнутся предварительные бои. Полуфинал пройдет 24 числа, а схватки за золото 25. Соревнования станут одними из соподготовительных этапов к чемпионату России по боксу, который также пройдет в октябре в Якутске. Футбольная команда воспитанников Центра семейного устройства города Алдана заняла второе место на региональных всероссийских соревнованиях по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. Алданские ребята уже третий год подряд показали мастерство и волю к победе на футбольном поле. В первый день соревнований команда прошла в полуфинал, во второй день в нелегкой борьбе достойно заняла почетное второе место. В Якутске завершился республиканский турнир по национальному многоборью на призы чемпиона России, Европы и мира по масс-рестлингу Анатолия Баишева. Призовой фонд был заявлен 450 тысяч рублей. Участвовали ведущие спортсмены республики. Кто оказался лучшим? Сюжет Александра Зубейхина. Главный критерий – вес не более 90 килограммов. С каждого улуса всего один спортсмен. Амгинский район на правах организатора представил два участника. Пять силовых видов спорта, буксировка тяжести, амгинские камни, сила рук, метание камня через планку, поднятие камня. Турнир по этим видам спорта проводится в помещении впервые, в связи с чем имеют некоторые особенности. Хазиева, триумфа, как бы уже страхуется. Тут запрещено как бы камни. Должны были булыжные камни. Не допустили. Вот поэтому вынуждены мы бы мешки с песком. А на самом деле должны быть камни. Напряжение в финале восемь атлетов. Впереди поднятие камня весом до 110 килограммов. Победа измерялась в сантиметрах. В итоге, обогнав всего на одно очко победу сына Анатолия Байшева, вырвал спортсмен из Нюрбинского района Владимир Федоров. Самым сложным для меня было поднятие камня. Последний без спорта. Ну, повезло с жеребием как-то, с Егором. Я сперва видел его, он 95, а я после него был 96, на 50 сантиметрах выиграл. В завершении грандиозное шоу с участием акробатов. Главная интрига вечера – лотерея по входным билетам, где разыграли ценные призы, в том числе 7 земельных участков в Амгинском районе. Все это было организовано для того, чтобы игры наши седьмые в Амге прошли на большом, на красивом уровне, успешно. И все вырученные деньги пойдут в фонд этих игр. Спасибо всем огромное. Седьмые спортивные игры народов республики пройдут в августе этого года в Амге, а значит впереди новые победы и новые рекорды. Александр Зубихин, Василий Слепцов, Якурск. Таковы итоги дня. Оставайтесь на Якутии 24. Будьте в курсе всех новостей и событий. Берегите себя и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok